Привет, уважаемые партнеры! На связи ваш друг Андрей Шаура. Благодарю Николая Туршева за отличное выступление, своя жизненная подача, своя история. Если вы меня сейчас слышите, видите, то мы приступаем к очень важному тренингу. Напишите, кто с какой страны, кто с какого региона. Вижу, что все нормально, видно, слышно. Находятся в прямом эфире десятки стран мира. Россия, Израиль, Болгария, Германия, Греция, Испания, Казахстан, Англия, Турция, Кыргызстан, Украина, Монголия, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Казахстан и другие регионы мира. Вот сейчас перед вами выступал человек. Если вы внимательно слушали его историю и как он выступал, вам становится понятно, что любой человек может достигнуть высот, выполняя рекомендации. Все со мной согласны? Вот обычный парень с деревни. Это не тот, который на экране. Давайте я вам покажу Николая, чтобы еще раз было понятно. Получается, обычный парень с деревни, вот он пришел, имел трудности в жизни, с деньгами, со здоровьем, как и многих людей. И вот он сейчас перед вами выступал. Совершенно другой человек, другого уровня. Уже другие доходы. Да, конечно, если здесь есть учителя русского языка, филологи, какие-то спикеры, то, наверное, вы заметили, что Николай выступает по-простому, но понятно, да? Делая, возможно, какие-то ошибки в словах, возможно, повторяет часто одни и те же слова, но суть не в этом, друзья. Суть в том, что если ты делаешь то, что необходимо делать, и делаешь это именно с любовью к людям, то люди тебя слышат. И ты меняешь жизни людей, и меняются жизни людей. Согласны со мной? Теперь давайте с вами поговорим сегодня, как дальше нам двигаться, куда необходимо нам идти. Сегодня я затрону несколько важных моментов. Темы, которые я затрону, они вам будут полезны. Эти темы позволят вам в будущем достигнуть больших высот. Вот смотрите, все вы, кто пришел сегодня, вы имеете определенный жизненный опыт. Правильно? И вот, чтобы достигнуть в нашей сфере новых достижений, вам нужно просто одно познать. вам необходимо находиться в кругу тех людей и выполнять их рекомендации, которые в этой индустрии чего-то достигают. Вот очень просто. если вы пришли в бизнес, возможность бы эпик. Если вы присоединились к команде успех вместе, то есть это наша академия, у вас есть 100% свой опыт в интернете, на земле, жизненный опыт. Это хорошо. Но вы должны четко понимать. Если вы чего-то хотите достигнуть в этой индустрии, нужно просто находиться среди этих людей, кто находится в этой индустрии и выполнять то, что они выполняют, то есть наблюдать за этими людьми. Тогда у вас пойдет рост. И сегодня я вам расскажу о том, как команда успех вместе успешно развивает уже год бизнес-возможность бы эпик. 15 января 2017 года официальный старт произошел в Англии и в Америке. И почему мы выбрали компанию бы эпик, я сейчас вам расскажу. И расскажу вам на примере нашей команды и людей. Вот в нашей команде есть разные люди. Есть, кто достиг высот, есть, кто достиг средних высот, а есть, кто не достиг высот. Я вам просто покажу несколько простых примеров, и вы поймете, что лучше делать, а что нет. Вот вам важно знать такие знания. То есть выжимка годового труда команды, а в команду входят сотни и тысячи людей с разных городов мира, и в этой команде ряд людей делают бизнес, например, скажем так, на высоких стандартах, есть, кто делает на средних стандартах, есть, кто делает на малых стандартах. И представьте, вам сейчас рассказывают выжимку, ошибки и четкие рекомендации, которые приводят к наивысшему результату. Это просто, понимаете, знания, которые очень дорого стоят. Потому что, если ты знаешь то, что тебя сделает бедным и богатым, это очень круто. И тебе нужно просто начать выполнять. Поэтому сегодня тренинг очень ценный и важный. Это анализ годового труда команды. И перед тем, как мы перейдем уже к анализу и к четким рекомендациям, я сейчас вам еще дам не только анализ годового труда нашей команды, я вам дам анализ рынка мирового и анализ разных компаний, продуктов и понимания, почему разные люди в разных компаниях говорят разную информацию. Это тоже будет полезно, потому что, зная эти знания, вы будете опираться на эти ценности и ваши переговоры и понимание каких-то ауди, видео, ролики, какие-то статьи, какие-то выступления людей, вы будете уже понимать, почему, кто и для чего что-то говорит. Согласитесь, тоже полезно. Вот теперь давайте начнем сначала с анализа мирового, а потом с анализа нашей команды. Вот в мире существует множество компаний. Правильно? Существует множество технологий, существует множество продуктов. Конечно, вы должны понимать, что есть компании, которые на рынке работают много лет. Отличные компании, отличный продукт, есть отличные лидеры в этих компаниях, есть, конечно, не очень. И вот люди, которые трудятся в компаниях, где уже 10, 20, 30, 50 лет, может быть, 5 лет, то, естественно, у этих компаний возможно уже меньше проблем. В каком плане? Ну, они на том рынке, где работают, 5 или 10, или 20, или 30 лет. Наверное, эти компании уже организовали какие-то магазины, какие-то офисы, организовали какие-то ролики, какие-то документы, возможно, они собирают какие-то залы, возможно, этот зал 100 человек, 500 человек, может быть, они собирают лыжники, 30 тысяч человек, может быть, они собирают Крокус Сити, 5-10 тысяч человек, понимаете мысль, да? То есть, есть рынок, рынок, где люди продвигают разные услуги, продукты, разные компании, и там, понимаете, возможно, идеальный сайт, возможно, он адаптирован под какую-то страну, ну, предположим, компания работает в Европе, работает 10 лет, естественно, за 10 лет она там организовала склад, какие-то документы, какие-то ролики, за 10 лет она организовала какое-то приложение для Европы и какой-нибудь качественный красивый сайт на их языке, согласны? То есть, понимаете, за 10 лет только дурак не создаст этого, за 10, 20, 30, 50 лет только глупый не создаст на том рынке, где он трудится инфраструктуру, логистику, какие-то фишки. И, конечно, многие люди будут кричать, что их компания самая лучшая, у нас там самые лучшие документы, самые лучшие ролики, самые лучшие продукты. С одной стороны, они правы, им надо это говорить, им надо это произносить, для того, чтобы их партнеры, их клиенты на рынке труда и на рынке каких-то продуктов не нашли что-то более лучшее. То есть, им необходимо защищать свой бизнес, им необходимо говорить, что они лучшая компания, лучший продукт, лучшая система, лучшие документы, лучшие ролики. Посмотри, сколько людей мы собрали там на стадионе лыжники или еще где-либо. И это правильно. То есть, так необходимо говорить им, потому что они должны защищать свой бизнес, ведь они этот бизнес поднимали 5, 10, 30, 50 лет, согласны? То есть, только дурак не будет защищать свою семью, который создавал ее 50 лет. Только дурак. И поэтому это нормальная практика, когда люди там говорят про свое хорошо. Правильно? Правильно. Но плохо, когда они говорят плохо про что-то новое, про что-то, ну там, плохо, когда они говорят про свое хорошо, но плохо, когда они говорят плохо про то, про что не знают. Про какие-то новые технологии, про какие-то новые компании, про какие-то новые продукты, про каких-то новых лидеров, потому что за время рождаются новые люди, появляются новые спикеры, новые тренера, новые наставники, новые команды, согласны? И вот говорить плохо, это не есть правильно. Говорить хорошо про свою компанию, про свои какие-то там технологии, это хорошо. Ну и вот, когда мы начинали бизнес-возможность БЭПик, то, естественно, многие люди, многие люди это кто? Ну, скажем так, люди, которые ходят на тренинги, на презентации разных компаний, которые ходят, слушают разных лидеров, да, им там каждый год, каждый день рассказывают, что лучше, чем нашей компании, нет, что только у нас можно стать миллионером, посмотри, наша компания не закрылась 3 года, посмотри, наша компания не закрылась 20 лет, то есть они, получается, завоевывают разум обычных людей, им это выгодно. И, с одной стороны, это же правильно, да, если они говорят с точки зрения пользы своих продуктов, компаний. Но когда они говорят, например, что там только, вот есть разные компании, и у них есть разный бизнес-план. У кого-то линейка, у кого-то бинар, у кого-то блоками, блоками есть. И вот, кто работает в линейке, говорит, вот блоками плохо, кто работает в блоках, говорит, плохо линейкой, кто работает в бинаре, говорит, плохо линейкой, поняли мысль? То есть, вот это все неправильный подход. Я так могу сказать, что в любой компании с хорошим продуктом можно зарабатывать деньги. И выбирать на самом деле надо не компанию. Выбирать надо отношения людей, кто в этой компании трудится. То есть, надо смотреть, как люди развивают этот бизнес. Какие там лидеры, ну, то есть лидеры, что они говорят, как они делают, как они действуют. Трудолюбивые, добрые, порядочные, красивые, молодые, целеустремленные. То есть, смотреть надо на самом деле на именно начинку. Вот компания, продукты, бизнес-план, это все обверка. Понимаете, золотая, ну, там ленточка красная, фольга. На самом деле начинка это люди. Люди, которые трудятся в этой компании с этим продуктом, с этим бизнес-планом. Люди красят, люди красят продукт, бизнес-планы, компания. Люди. И вот самое главное в нашей индустрии это отношения. И когда мы начинали бизнес-возможность БЭПИК, да, то многие люди говорили, я лучше буду в компании, которой 20 лет, 10 лет, 30 лет, она точно не закроется, а ваша компания может закроется. Кто-то говорил, а с одним продуктом бизнес не построишь, зачем нам ваш бизнес. Возможно, они правы, да, с одной стороны, а возможно, нет. Почему? Потому что Элевейт это не один продукт. Элевейт это натуральная пищевая смесь, которая заменяет более 20 баночек, баночек, витамин, мелких лекарств, основанных на травах. То есть Элевейт это не один продукт. Элевейт это магический продукт, который заменяет десятки баночек. И у Элевейта просто нереально, нереально, правильно продуманный, уникальный состав. Кардицепс. Сборная Китая, когда выиграла Олимпиаду, потребляла кардицепс оказалось. Грипп Рейши используется сейчас во всей дорогой косметике, в чаях. Грипп Шитаки, да, Бакома Маньери, Гоарана, яблоки, клубника, витамины и многое другое. То есть у нас не один продукт, у нас продукт, который способен заменить десятки продуктов. Следовательно, это не один продукт, это множество продуктов. И, конечно, в разных компаниях есть продукты хорошие. Но зачем я, как потребитель, буду переплачивать, если я могу купить Элевейт от 1500 рублей, если беру много продукта на семью, до 3000 рублей на месяц? Зачем я буду переплачивать за 10-20 баночек? Да, другие баночки тоже работают. Да, действительно, в других компаниях неплохие продукты. Но смысл мне, зачем я буду переплачивать за 10-20 баночек, когда я могу взять Элевейт, который содержит множество баночек, скляночек, коробочек. Идея понятна? И для меня подходит именно вот такой подход. Естественно, компания, у которой много продукта, и лидеры этой компании, они будут всегда говорить о том, что много банок – это хорошо. И для них это будет правильно. Это защита бизнеса. Но, ребята, мы живем в 21 веке. В 21 веке мы живем. Это что означает? Технологии не стоят на месте. И сегодня ясно-понятно, ясно-понятно, что есть продукты, которые способны заменить десятки продуктов. С этим уже не поспоришь. Сегодня есть телефоны, которые заменяют компьютеры. Согласны? Сегодня есть телефоны, которые компьютера заменяют. Видите, технологии не стоят на месте. И если говорить о том, что, к примеру, когда много баночек – это круто, то это выгодно в первую очередь компаниям и лидерам, где много баночек. Потому что им необходимо повышать товарооборот. И знаете, что я вам хочу сказать? Существует много компаний, где много баночек. Но самое интересное – у них давным-давно есть технология. И владельцы этих компаний давным-давно потребляют другие продукты. Вот если вы это не знали, я вам рассказываю. Существует множество владельцев крутых компаний, которые потребляют не 20-30 банок. Для них специально на их же производстве производят специальную воду, специальные продукты. Кто меня понял? То есть сами владельцы компаний, они уже давным-давно другие технологии потребляют, но им невыгодно запустить на рынок в свою компанию один продукт, который заменит 20. Это отток денег. Это отток денег. Понимаете, друзья? Поэтому это нужно понимать. Это маркетинг, это бизнес. И когда мы начинали, вот вы с одним продуктом бизнес не построишь. Итак, Elevate – это не один продукт, это множество продуктов. Следующий момент. Есть люди, которые сегодня начали делать ролики, какие-то заметки. И они начали рассказывать о том, что там вот появилась какая-то компания, Bepic, какая-то сомнительная. Ой, там какой-то продукт, один продукт. Да, эта контора через год закроется. Да, кому этот продукт нужен? Да, у продукта нет документов, сертификатов. То есть люди начинают жить и нагонять. И когда они создают такие ролики, когда они создают такие заметки, почему-то они всегда дают статью, где хорошо. И почему-то всегда человек оказывается в этой компании, про которую он говорит, что там хорошо. Уловили мысль? Ну, то есть человек, говоря про нас плохо, якобы, что у нас ничего не получится, что якобы у них ничего нет, рассказывает, а вот смотрите, а вот здесь хорошо. Это вообще круто, конечно. Настолько смешно. Но если ты уж и говоришь про нас плохо, ты тогда не говори, где хорошо, да? Ну, как бы вот так. Ну, и следующий момент. И люди говорят, вот у вас не получится, но, посмотрите, за год компания не закрылась, и за год компания выпустила еще два новых продукта. И оказывается, про все, что они говорили, уже не соответствует действительности. Согласны или нет? Смотрите, они говорили, ну, как вы с одним продуктом ЛВС что-то сделаете? Ваша компания через год закроется. И смотрите, раз, и у нас еще два новых продукта, у нас уже три продукта. И получается, все, что они говорят, не соответствует действительности. А наши заработки, смотрите, растут. Результаты людей по продукту растут. За счет того, что у нас новые технологии, у наших людей результаты по продукту лучше. Потому что в одном продукте десятки баночек. Выжимка. И, конечно, результаты у людей по здоровью лучше, и к нам идут люди. Потому что выгодно, качественно, недорого, эффективно и реально работает продукт. Понимаете? И тут у нас, смотрите, еще два новых продукта. И люди, которые вот эти новые продукты уже потребляют, они уже говорят, что этих два новых продукта не хуже, чем Элевейт. И им, им дают большие улучшения в жизни. То есть, уже смотрите, Элевейт плюс новые продукты дают невероятные результаты дополнительно. Итак, смотрите. Вот компания не закрылась. Год проработала. И теперь, внимание. Якобы компания должна была закрыться. Якобы никому не нужны продукты. Якобы нет никаких там документов, сертификатов. Но так говорят те, кому это выгодно. И теперь смотрим. А вот он рейтинг компании в мире. И мы видим, что компания активно работает в России, в СНГ, в Корее, в Америке, в Европе. То есть, если мы с вами посмотрим, да, то мы видим, что компания и в Европе активно работает, да, и в России, и в Америке. И она, оказывается, развивается. И рост невероятный. То есть, получается, люди, которые когда-то что-то говорили, их слова не соответствуют действительности. То есть, смотрите, оказывается, компания за год выросла, продукты новые появились, наши продукты реально дают результат людям, никто не умер, множество людей получили здоровье, да? Круто, круто. Видите, друзья, оказывается, не надо слушать людей, которые что-то где-то говорят и в этом не разбираются. Так вот, выбор компании BAPIC был для нас именно правильным, потому что мы понимали, что Elevate заменит десятки баночек и скляночек. Что компания платит в 15 раз больше в среднем новичкам, лидеры зарабатывают в среднем в 5 раз больше, и премию автобонус получить легче в 20 раз. Мы понимали, что здесь будет успех. Конечно, был какой-то процент, что компания могла не пойти, мог не пойти продукт, да? Какой-то процент того, что не пойдет, это могло быть. Но на данный момент уже четко понятно. Компания состоялась, закрепилась. Компания будет развиваться и идти вперед. В 2018 году планируется открытие склада в Европе. Планируются дополнительные документы для Европы. Планируются в 2018 году еще новые продукты. Дополнительно. И что мы получаем? Мы получаем мировой бренд. Мы получаем качественную марку, которая продвигается команду «Успех вместе». И, вы знаете, люди, которые не разбираются в документации, в легальности, они могут говорить неправильные вещи, подмену ценностей делать. Ну, например, они скажут, вот у вашей компании нет сертификата там в СНГ, или в Европе, или в России. А теперь давайте вдумаемся, как компания, которая официально стартовала 15 ноября 2017 года, может иметь какой-то сертификат в Европе, или в России, когда она только в Америке стартовала недавно? Вы вообще хоть одну компанию в мире знаете, чтобы сразу же у нее в 180 странах мира, якобы, открылись склады, появились магазины, офисы, появились во всех странах и магазинах документы, охранники, грузчики, товароведы. Это ж нереально. Ну, то есть, понимаете, и хитрецы, хитрецы, они начинают подмену ценностей делать. Кто меня понял? Они начинают пугать людей, досмотрите, вы там случайно там не умрете, не отравитесь. То есть, так делают непорядочные люди. Понимаете? То есть, подмена ценностей получается. И, конечно, друзья, что мы должны понимать? Мы должны понимать, что мы с вами устояли. Я вас всех с этим поздравляю. За год мы выросли в разы. Все люди получили результаты по продукту. Все люди получили доходы. Каждый человек получил деньги на счет. Это очень хорошо. Выпустили новые продукты. Подготовка склада в Европе. И так далее, и так далее. Теперь смотрите. Следующий момент. Они говорят, вот, ваша компания, допустим, несерьезная, потому что, якобы, у вас нет сертификата. Так они законов даже не знают. По законодательству Российской Федерации, вот просто, чтобы вы знали, по законодательству Российской Федерации, если вы заказываете продукт через магазин в другой стране, то продукт, который вы заказываете домой, не подлежит сертификации и спокойно, официально ввозится через таможню, где легально его таможня пропускает. Уловили идею? И теперь следующий момент. Открывается компания в мире, допустим, B-Epic, да? И она в Америке работает. И что компания должна? Сразу же думать, что там в Китае, в Японии, в Африке, в Америке или еще где-либо надо что-то сделать? Нет. Компания сначала смотрит, кто заказывает продукт больше, как идет развитие, как идет спрос продукта. И только потом уже, если хочет, дополнительно по законодательству какой-то страны что-то регистрирует и запускает. Мысль лесна? Так вот сейчас у нас будет склад в Европе. И когда компания склад в Европе откроет, она обязана по законодательству Евросоюза сделать дополнительный документ для Европы. Для Европы, но не для Казахстана. Почему? Потому что там она официально создаст склад. И вот если бы люди разбирались действительно в законах, то бы они по-другому понимали то, чем мы занимаемся. Понимаете? Теперь следующий момент. Люди говорят, ой, у компании там денег нет, сертификаты это же дорого, ну, сделать стоит, да? Ну, чтобы вам было понятно, я вам дам сайт, официально сертификат стоит сделать за 5-7 дней 30 тысяч рублей. Вот 32 тысячи. 32 тысячи это 500 долларов всего. Чтобы вам было понятно, чтобы вам было понятно, мы, команда Вспехместе, за несколько месяцев сделали товарооборот несколько миллионов долларов. Ну, сами вдумайтесь, что у нас нет денег, к примеру, сделать какой-то сертификат за 500 долларов, если мы делаем миллионы долларов товарооборот. Да просто нам не требуются эти документы. Зачем мы сейчас будем делать документы в какой-то стране, если нам они официально не требуются? Кто меня понял? То есть, мы спокойно можем делать заказы через интернет для себя по международному стандарту. Продукт приходит нам в страну официально через таможню, официально таможня его запускает по определенному коду. Зачем нам кучу денег сейчас куда-то вкладывать, если мы не знаем, как будет развитие там, например, в Украине, в Белоруссии, в Казахстане. Естественно, со временем, со временем, компания может дополнительно открывать склады, дополнительно делать какие-то сайты под какую-то страну. То есть, компания, когда она будет работать 5, 10, 20 лет, она может специально под какой-то рынок делать что-то дополнительное. Какие-то передачи по телевидению, какая-то дополнительная реклама, какие-то специальные буклеты на этом языке. Кто меня понял? Почему компания с первого дня это должна делать, если еще в этой стране нет ничего, ни объема, ни товарооборота, ни лидеров? Вот это вы должны понимать. Ну и теперь следующий момент. Вот я вам показал, что сертификат любой делается за 3-5 дней, стоимость 30 тысяч рублей, дальше это вам просто было, чтобы понятно. Любой сертификат можно купить, сделать это не проблема. Вопрос, зачем? Теперь следующий момент. Почему выбор компания Baby? Вот когда мы приходим на рынок в компанию, которая работает много лет, вот это, допустим, много лет компания, и у нее нет роста, нет роста это значит не растет товарооборот стремительно, люди не собирают полные залы во всех городах, то, естественно, в этой компании новичок никогда не сможет заработать много денег, потому что у компании роста нет, и у команды, которая продвигает эту компанию, роста нет. Это понятно кому-нибудь или нет? То есть приходить в компанию, которая работает много лет на рынке, но у которой нет роста, нет роста внутри компании в какой-то команде, это глупо, потому что вы никак не сможете там заработать много денег. Но, конечно, есть на рынке компании, которые работают, например, 5, 10, 20, 50 лет, и у них бывает, начинается рост. Возможно, какой-то новый продукт появился, появилась какая-то новая технология, либо появились в команде какие-то люди, которые стали делать что-то по-другому. Да, в такую компанию можно прийти, если она 5, 10, 20, 30 лет, и там начинается дикий рост, и там люди правильно трудятся, то вы там тоже достигнете высот, и тоже заработаете деньги. Но, опять же, нужно учитывать бизнес-план. В любой компании, которая работает по старинке, есть плюсы и минусы. Любая компания, которая работает по старинке, у нее уже есть инфраструктура, то есть, она зарегистрирована в определенных странах, она официально платит в этих странах налоги, эта компания, значит, имеет магазины, офисы, склады, множество денег тратит на документацию, и по бизнес-плану она людям не может много платить, потому что модель продвижения бизнеса старая. То есть, бывает старая компания, но в ней идет рост, товарооборот начинает расти, потому что там появилось что-то новое, продукт какой-то уникальный, либо хорошо работают лидеры. И там можно заработать денег, но вы от этого товарооборота получите минимальный доход, потому что компания не может вам платить большой процент выплат в сеть. Понимаете, о чем я сейчас сказал. И поэтому выбор БЭПИК однозначно правильный, потому что компания БЭПИК работает по новым технологиям, выплачивает сеть до 80%, так как у нас облачный бизнес. Сейчас я расскажу, что такое облачный бизнес. До 80%. И наш новичок получает в 15 раз больше, лидер получает в 5 раз больше, и премия-автобонус в среднем в 20 раз проще. И мы получаем чистый процент от товарооборота. Чистый процент. Теперь я вам объясняю разницу, что это такое. Вот мы пришли в компанию. Пусть она будет старая, новая, неважно. У нее сейчас идет рост, растет товарооборот, там хорошая команда, но модель продвижения бизнеса старая. Значит процент выплат в сеть маленький. Есть компании, которые платят по карьерной лестнице 30% в сеть, есть, которые платят 50%, но и то это не чистый процент. Не чистый процент. Есть такое понятие в компании балл. И вот в каждой компании балл равен определенной сумме. Делаешь, например, вот есть компания, 1000 баллов делаешь. Это хорошая компания, 1000 баллов делаешь, один балл будет стоить 125 рублей, то есть это 125 тысяч рублей товарооборот. То есть смотрите, 1000 баллов сделали, это 125 тысяч рублей товарооборот. Но тебе будут выплачивать 7% не из 125 тысяч, а из расчета сколько один балл стоит по начислению. И в компании один балл стоит 40 рублей, умножается 1000 рублей на 40 и от 40 тысяч получается от 40 тысяч ты будешь получать 7% хотя товарооборот твой 125 тысяч. Поняли мысль? То есть вот она разница. То есть не чистый процент. И вот это вы должны понимать, что во многих компаниях заложен НДС НДС заложен определенный ну то есть стоимость выплат в баллах. Товарооборот больше, а выплачивают от баллов. И получается ты получаешь меньше денег. И поэтому даже в тех компаниях, где есть рост в старых даже создав большой товарооборот ты получишь минимальную выплату. Потому что выплата занижена. Это понятен пример, что я сейчас сказал? Теперь смотрите. У нас компания выплачивает в сеть до 80% реальных чистого процента. То есть до 80% чистого процента. То есть создали товарооборот 1 миллиард рублей 800 миллионов в сеть ушло. чистый процент. И почему так происходит? Потому что у компании Beepic есть магазин вот такой. Он работает более чем 200 стран мира. Он не просит кушать, он не просит еды. Да? То есть он работает спокойно в мире. здесь нет охранников грузчиков товароведов и он сам продает и сам начисляет деньги. Плюс у компании есть свой продукт свой продукт формула которая принадлежит компании. да? То есть Elevate и Acceler это формула которая принадлежит компании. То есть это наша формула значит это наш продукт. Дальше у нас есть свое производство где мы значит производим и упаковываем продукт и так как мы делаем заказ в интернете то в каждой стране компания не должна платить налог. Поняли идею? То есть мы заказываем продукт и компания зарегистрирована в своей стране и там компания платит налог. Видите? Получается затраты компании минимальные. Это называется облачный бизнес. Это называется новой технологией. Но мы могли бы в каждой стране открыть магазины офисы зарегистрировать компанию и мы бы платили в каждой стране налоги зарплату нужно было бы платить коммунальные услуги свет аренду и получается денег бы в сеть шло меньше. И теперь смотрите я почему для себя выбираю друзья не старую компанию а новую. Старую компанию имеется ввиду я почему выбираю новый бизнес план и новую схему продвижения. Для меня важно сколько зарабатывают мои ученики. То есть мне важно сколько будут зарабатывать обычные люди. Лидер это тот человек который думает не о своих доходах а о доходах своих партнеров. И для меня важно сколько зарабатывают именно партнеры а не лидеры. Потому что если партнеры зарабатывают это и есть миссия наша помогать людям. Понимаете? И вот смотрите простая логика чтобы вам было понятно в любой компании хорошо в любой компании есть классный продукт в любой компании есть свои плюсы понимаете? Но я не хочу находиться в старой компании да или в компании со старым продвижением бизнеса ну то есть старая модель где минимальная выплата в сеть потому что тогда наши ученики будут получать минимальные доходы и теперь давайте думать существует в мире множество компаний множество они называются все по-разному у них разный бизнес план и все бизнес планы хорошие классические блоками и так далее бинарные например джинес более 7 лет на рынке она работает по бинару более 1 миллиард долларов товарооборот у компаний и все другие компании или лидеры которые тявкают и говорят о том что бинар невыгодно их компания почему-то не входит в топ 10 в мире как джинес с бинаром поняли мысль то есть джинес с бинаром входит в топ 10 в мире делает товорот более миллиарда на рынке работает более 7 лет их компания работает по классике 10 20 30 лет и почему-то туда не входит видите это называется подмена ценностей но есть и в десятке например компания Amway она работает по классике то есть смотрите и классика и бинар и другие там какие-то бизнес планы это все хорошо и другие продукты хорошо но наша цель вот цель нашей команды мы не собираемся конкурировать с какими-то компаниями мы не собираемся конкурировать с какими-то командами мы не собираемся делать самый большой товарооборот в мире допустим 100 миллиардов долларов наша задача делать определенный объем труда и получать максимальные доходы и лучшие результаты по продукту кто понял разницу зачем нам находиться в компании которая делает допустим 5 миллиардов долларов товарооборот но большинство людей там не зарабатывает ну просто логически думайте у нас нет такой цели понимаете быть там в компании которая делает самый большой товарооборот у нас нет цели быть там в самой молодой компании у нас нет цели быть в компании там которая номер один в интернете у нас нет цели быть в компании которая номер один на земле у нас нет цели быть там в компании где там продаются лучшие галоши. Вот у нас у команды цель очень простая. Делать простые действия, которые будут давать максимальные результаты по продукту, доходу, для людей, для общества. Пусть мы не будем делать товарооборот 100 миллиардов долларов, пусть мы не будем собирать стадионы 100 тысяч человек, но пусть мы будем собирать тысячу человек, но там будет тысяча миллионеров. Чувствуете подход? Зачем собирать 100 тысяч человек, где будет 50 миллионеров, стадион, когда мы можем собрать тысячу человек и там тысяча миллионеров? Вот это подход к команде успех вместе. То есть мы за качество, мы за коэффициент полезного действия, мы за эффективность труда человека в нашей команде, чтобы деньги начали зарабатывать пенсионеры, монтеры, слесаря. Разница понятна или нет? Мы не собираемся никому ничего доказывать. Вот это вы должны четко понять. Мы должны делать свое дело с любовью, с удовольствием. Естественно, если мы будем расти, это хорошо. У нас должны быть свои внутренние цели. Внутренние цели нашей команды. И на сегодняшний день внутренняя цель команды успех вместе, это сделать 1 миллиард рублей в 2018 году за месяц. Вот она внутренняя цель. 1 миллиард рублей за месяц. Значит, 800 миллионов рублей чистого процента, так как мы работаем в облачном бизнесе, уйдет в сеть. И честно будет поделено в соответствии с товарооборотом каждого труженика в команде. Это очень круто. Когда мы сделаем более 1 миллиарда за месяц в 2018 году, вот это общая цель наша, то более 800 миллионов рублей будет начислено за 1 месяц между трудягами в команде, в нашем коллективе. Вот к этому мы должны с вами и прийти. Понимаете? Может быть, имея свои внутренние цели, мы когда-то станем и собирать самые большие залы, может быть, мы будем даже иметь самый большой товарооборот в мире. Нам нужно ни с кем не конкурировать. Нам нужно улучшать свои стандарты, качества. Мы, понимаете, должны быть лучше завтра, чем сегодня, внутри команды. Вот это должна мысль внутри нас быть. Мы не должны сравнивать себя, понимаете, у кого какие дома, у кого какие жены. Мы должны смотреть, в первую очередь, в зеркало. Мы должны смотреть на себя и улучшать именно свой труд, свои мысли, свои навыки, повышать свои стандарты, помогать людям. И с таким подходом мы действительно будем собирать хорошие залы. Мы действительно с таким подходом будем делать большие обороты. Вот основная идея. И мы к этому придем. И сейчас я вам дам вакцину успеха. Я вам дам четкую рекомендацию, что вас приведет к этому. Понимаете? Поэтому, друзья, мы четко должны понимать вот эту ситуацию. Конечно, у новой компании есть трудности, связанные, например, с внедрением продукта, с определенной логистикой. Это нормально. И не секрет, не секрет, что, например, недавно у нас на производстве, это вы сейчас видите новый, новый станок, недавно у нас на производстве новый станок, старый станок, по упаковке блистера, то есть логотипа нанесения, был сломан. Компания была, вот видите, вот это вот, видите, логотип наносится. И вот у нас был сломан станок, который наносил логотипы. Но это нормально. Заказали новый, поставили новый, еще более современный. Да, в связи с этим, в связи с этим была задержка получения продукта. И до 15 числа компания пообещала, что 99% всех посылок будет отправлено. Так и в старых компаниях тоже производство станок по упаковке там может сломаться. Вот чем суть. И компания вам отправила, сейчас отправит все заказы, это плюс. Следующий момент. Возможно, кому-то придет часть упаковок без логотипа. Это нормально. То есть компания, чтобы вы получили продукт быстрее, отправила вам часть продукта без логотипа. Чтобы вы быстрее продукт получили. Чтобы вы начали потреблять продукт. Ваши люди стали потреблять продукт. Также компания, вы должны понимать, вот если вы посмотрите на капсулу, капсула имеет три цвета. Цвет делается из натурального, природного красителя. Естественно, что это значит, друзья? Это означает, что сырье, когда покупается и когда производится капсула, то она может быть разных оттенков. Это тоже нормально. То есть натуральная пищевая смесь. Поэтому компания предупреждала, что смотря какая партия сырья, то есть капсула может иногда, иногда отличаться. Это нормально. Но самое главное не это. Самое главное это не как выглядит продукт. Хотя, конечно, чем дороже он выглядит, тем круче. Самое важное, какую ценность продукт дает. Согласны со мной? То есть самое главное, что с логотипом или без логотипа продукт работает. Вот это самое ценное. Самое важное вы должны понимать, друзья, что с логотипом или без логотипа продукт работает. Не важно, какой натуральный пищевой краситель, потемнее или посветлее. То есть что это означает? Это означает, что не важно, какого цвета, главное, что продукт работает. То есть состав тот же, формула та же. В том-то и дело ИСа, что когда вы заказываете продукт на сайте компании БЭПИК, вы никогда не получите подделку, потому что вам продукт напрямую отправляется в штат Аюта. То есть невозможно получить подделку, когда вы делаете заказ на официальном сайте. Это и есть защита продукта и бизнеса. Поэтому вы четко должны понимать, когда вы делаете заказ на сайте компании, вы официально получаете продукт через таможню в Германии, через DHL, продукт посылается со штата Аюта в Германию и потом с Германии по вашим странам. И вы получаете их в фирменных таких пакетиках, где написано откуда отправлено, там DHL и все дела. Поэтому здесь стопроцентная защита качества. Если вы на улице купите этот другой разговор, поэтому друзья сейчас всех вас поздравляю новое производство именно не производство, а именно по упаковке дополнительно закупили, установили и сейчас 10 тысяч упаковок в сутки может делать компания. 10 тысяч упаковок друзья, чтобы вам было понятно, получается 10 тысяч упаковок в день. Это 300 тысяч в месяц упаковок компания может уже делать. То есть это зона роста. Поняли мысль? 300 тысяч в месяц упаковок компания может делать. это зона роста. Значит мы можем расти. Если товарооборот будет еще расти, компания еще купит новое оборудование. То есть вот это вы должны понимать. Президент вкладывает деньги. Президент видит рост. Президент думает о новых продуктах. Президент думает о складе в Европе. Не думает, а уже деньги заплатил за документацию. Вот это четко и понимание должно понимать. То есть компания вкладывает деньги. Компания не закрывается. Компания растет. Все мы получаем с вами деньги. Постоянно деньги приходят на счет в кошелек. Согласны со мной? То есть компания ни одного человека не обманула за год. Деньги всегда есть на кошельке. Продукт естественно получаем не так быстро, потому что идет со штата Юта, плюс задержка была за счет оборудования. Денежки видите в кошельке всегда лежат. Вот это вот честность. То есть компания все вопросы решает, помогает и мы растем. Вот должно быть четкое доверие. И вот сейчас друзья наступает момент истины, когда наш рост должен еще быть больше. То есть обычно компании когда выходят на рынок они вот так год растут и потом падают. то если вы сейчас посмотрите то у нас смотрите наоборот через год видите то есть у нас наоборот через год рост видите вот это очень важно и конечно друзья когда сейчас вот здесь точка входа еще будет больше рост то есть у нас нету спада сейчас еще больше людей придет сейчас нужно увеличивать понимаете наши стандарты больше презентации больше тренингов больше общения с людьми и сделать это системно и теперь я хочу вам рассказать еще важный момент и потом мы перейдем к аналитике команды командного труда за год и вот почему мы выбираем компанию Beepik вот давайте рассуждать с вами логично вот есть хорошая компания старая новая неважно и вот там есть процент выплат сеть 30-50 процентов и то нечистый и то нечистый потому что зарплата платится от баллов и вот представьте себе что в любой компании есть такое понятие ну к примеру там платина еще какое-то название бывает в принципе платина делается в среднем где-то в любой компании ну где-то минимум год согласны минимум год в среднем делается платина зарплата платины примерно 50 тысяч рублей с этим все согласны вот смотрите мы можем прийти в любую компанию но 50 тысяч платят и на заводе в суде вот сейчас судья судья получает 100-150 тысяч прокурор получает 150 тысяч полковник генерал получает 100-150 тысяч сейчас пенсия у военных от 30 до 100 тысяч так вот вы мне скажите пожалуйста какой смысл человеку приходить в бизнес трудиться год два три года выполнять платину и получать 50 тысяч когда он это же может получать и на заводе или в прокуратуре да верно или нет так вот цель должна быть выше теперь смотрите человек пришел пришел за год сделал платину это в лучшем случае в лучшем а так обычно платина делается два три года все согласны вот в лучшем случае платину год сделал стал получать 50 тысяч в месяц не важно как компания называется что она продает зубную пасту парфюм продукты для похудания порошки неважно суть одна что в мире со старыми технологиями продвижения бизнеса со старым бизнес планом примерно вот такой доход у людей теперь смотрите следующий момент берем к примеру берем к примеру давайте с вами рассмотрим пример хотя бы вот нашего одного партнера у нас есть партнер Иван Вовк пришел с завода инженер за год он заработал сколько ты Иван заработал напиши то есть парень пришел к нам и используя систему продвижения бизнеса в нашей команде по новым технологиям плюс продвижение плюс продвижение бизнеса где облачный бизнес где много выплат вот смотрите он заработал за первый год более 10 миллионов рублей теперь смотрите что я вам хочу сказать стоит вам рисковать или не стоит вам рисковать сейчас я объясняю пришли вы в любую компанию где старая модель продвижения и вы там сделали платину стали получать 50 тысяч теперь берем год вы на это потратили и и теперь берем 10 миллионов рублей заработал Иван делим на 50 тысяч вам понадобится 200 месяцев 200 месяцев чтобы заработать 10 миллионов рублей 200 месяцев вам понадобится в году это 16 и 6 лет то есть Ивану понадобилось бы 16 и 6 лет чтобы заработать 10 миллионов в другой компании плюс 1 2 или 3 года ему надо было еще создать платину то есть 16 и 6 лет он бы зарабатывал бы по 50 тысяч и это было бы 10 миллионов и плюс от 1 до 3 лет ему надо было бы еще сделать платину кто понял что я сейчас сказал теперь смотрите к нам он пришел в БЭПИК и за 1 год заработал 10 миллионов рублей а в другой компании он бы потратил бы вот просто посчитайте 16 и 6 лет это нужно доход было бы получать плюс 1 2 3 года делать ну скажем вот получается от 17 и 6 до 20 и 6 лет ему бы понадобилось чтобы заработать такой доход естественно лидеры других компаний будут кричать что лучше быть в их бизнесе и они будут правы потому что они должны защищать свой бизнес свою нишу согласны или нет но я то не дурак вы же тоже не дураки если вот обычный парень завода инженер то есть не лидер какой то компании не сетевик обычный парень завода и он за первый год заработал более 10 миллионов рублей но суть то в другом друзья его доход на данный момент понимаете каждый месяц будет расти каждый месяц его доход будет расти то есть если парень будет впахивать впахивать он же не будет получать 50 тысяч за платину как в другой компании да то есть это он получил 10 миллионов за год так вот за декабрь за декабрь сколько ты Иван заработал напиши за декабрь сколько ты за один месяц заработал так вот он только за один декабрь заработал так как у нас доход если ты трудишься 1-3 года и создается большой товароборот ну я знаю сколько ты заработал на то я аналитик и бизнес тренер Иван заработал более 3 миллиона рублей За декабрь с акцией. То есть за один месяц он заработал более 3 миллиона с акцией. Уловили идею или нет? И естественно это не говорит о том, что каждый месяц сейчас он будет столько получать, потому что была акция. Но от 1,5 миллиона рублей он каждый месяц сейчас будет получать. И самое интересное, сейчас же товарооборот будет расти, новые продукты, расширение рынка, труд в интернете и труд на земле. И каждый месяц у него будет доход расти на 10% минимум. Что такое 10% минимум? Кто-нибудь знает, что такое 10% минимум? Вот вам, чтобы было понятно, если трудиться в нашей команде, ваш доход будет расти минимум на 10% минимум. Предположим, у вас доход 1 миллион рублей в месяц. Видите? И минимум 10% у вас каждый месяц будет расти. Минимум 10%. Так вот, если, потому что такой рынок, ниша свободна, дубликация простая, плюс 10% месяц прошел. Да? Плюс 10% еще месяц прошел. Плюс 10% еще месяц прошел. И такими темпами, вот если вы сейчас уже зарабатываете миллион в месяц, то такими темпами через год вы будете получать минимум 2 миллиона рублей. Если вы сейчас зарабатываете 100 тысяч, такими темпами вы будете зарабатывать минимум 200 тысяч. Идея понятна? Но большие цифры, вот если доход большой, то 10% в среднем можно прибавлять. Если доход маленький, то можно прибавлять 20-40% в месяц. То есть, если ты 100 тысяч сейчас будешь получать в нашей команде в месяц, то каждый месяц ты можешь прибавлять 20-40%. Если ты сейчас зарабатываешь более миллиона в месяц, то минимум 10% ты можешь прибавлять в месяц. Идея понятна? Маленькие деньги легче увеличивать, чем большие. И теперь я вам дам расклад, который обещал. Что я вам обещал? Кто помнит? Кто помнит, что я вам обещал? Я вам обещал дать что? Да самое главное я вам обещал. Вакцину дать успеха, выжимку труда в команде «Успех вместе» годовую. То есть, я сейчас скажу горькую правду изнутри, про разных людей, не называя их фамилий, расскажу плюсы и минусы их труда, их достижений. И я вам скажу, почему у этих людей вот так, у этих вот так, а вот этих вот так. И вы сами будете выбирать ту модель, которая для вас будет ближе. То есть, я расскажу, вот существуют вот такие вот, значит, действия, есть вот такая аналитика, вот это приносит столько, это приносит столько-то, и вы сами будете решать. Хорошо? Готовы? Итак, про аналитику компании я вам рассказал. И вот тут с нашим выбором не поспоришь. Если вы рисковый человек, и вам в жизни 30-50 тысяч рублей не надо, то однозначно вам нужно идти в нашу команду и в наш бизнес. Если вам достаточно 20-30-50 тысяч в месяц, и вы считаете, что этих денег будет хватать вам на квартиру и машину, на путешествия, то можно пойти, например, в хорошую компанию Amway, Ariflame, GNS, Marikey и там трудиться. Просто зачем вам рисковать у нас своим временем, развивать новую нишу, продвигать новые технологии, где еще не совсем все идеально, где еще нет там магазинов в каждой стране, нам их и не надо, вот чем суть. Еще нет там якобы каких-то супер роликов, нам тоже этого пока не надо. Вы можете спокойно пойти туда, где такая тихая гавань, и просто там ради 20-35 тысяч трудиться, пахать и жить счастливым человеком. Но этот путь не для меня, поэтому я выбрал бы Epic. Здесь высокодоходный бизнес с минимальными рисками, которые существуют, но их практически нет. Единственный риск, это если доллар будет стоить 100-150 рублей, и если будет война, и границы между Европой, СНГ, Америкой и Россией закроют. Вот этот риск только есть. То есть геополитическая война, и если доллар будет стоить 100-150 рублей. Все, больше рисков никаких не существует, потому что продукт работает, производство есть, президент есть, система обучения есть, и доходность здесь, конечно, круче. Люди здесь купили машины, квартиры, за год, с нуля, не в кредит, за наличку, погасили кредиты, заработали миллионы. Вот это мне нравится. Итак, аналитика компании я рассказал. Вот идет рост компании, рост впечатляет. Теперь аналитика команды. Обратите внимание, что наш бизнес растет, команда растет, география расширяется. Количество системных партнеров в команде становится больше, люди становятся более системными и более послушными. Послушными имеется в виду не как собака на цепи. Послушание приходит мудрое. Например, ты знаешь, пить вредно, курить вредно, много сахара кушать вредно, кредиты брать вредно. И наши ученики сейчас это слышат. То есть их послушание мудрое. То есть они начали понимать, что делать. Кто понимает, о чем я говорю? То есть наши ученики, они послушны в плане мудрости. То есть они дисциплинированы, ходят на презентации, ходят на тренинги, создают рекламу платную, бесплатную, инвестируют свое время, помогают людям, думают о людях. Вот что у нас появляется. Теперь смотрите. Вот команда «Успех вместе» это одно целое. Одно целое. И в это одно целое входят разные люди. С разным эго, с разным опытом, с разными поступками, с разными действиями. Что я заметил? Я заметил то, что есть у нас несколько течений. Несколько течений. И эти течения все разные. Одни более правильные, другие правильные, другие неправильные. То есть вот приходит человек в команду, а команда-то она большая, да? А человек говорит, у меня свой опыт, я хочу бизнес делать по-своему, я не хочу делать так, как вы хотите. Мы говорим, ну не хочешь не делай, у нас есть с кем делать так, как мы хотим. И вот команда «Успех вместе» это мировой бренд. То есть у нас достигают высот в команде, в компании «Бээпик» наивысшие результаты имеют люди, кто является частью бренда. Вот что я заметил. Люди, которые отделяются, ну придумывают, знаете, свои команды. Люди с Марса, команда инопланетяне, команда там движения вниз, движения вверх, команда лунатиков. Ну то есть иногда люди приходят, и вот их ошибка главная. Они почему-то стараются ограничить своих приглашенных от системы. Вот это их главная ошибка. И что я заметил, через 2-4 месяца у них начинается проблема. Какая проблема у них появляется? То есть, когда они, например, развивают бизнес, вот это бренд, команда «Успех вместе», а они, например, решили создать звездочки. И вот они 3-4 месяца трудятся отдельно. И у них там есть лидер структуры. И что получается? Люди, которые трудятся вот здесь вот в звездочке, через 3-4 месяца, когда что-то не получается, появляется негатив, какие-то трудности в компании, какие-то задержки, они начинают искать виноватого, вот этого лидера. Лидера структуры звездочки. Вот что я заметил. То есть, человек, который, как бы, образно стал тираном, тиран это, знаете, там, ну, который не обязательно, как бы, плохо относится к людям. Он хорошо может относиться. А просто он сказал, вы мои, вы все мои, никому вас не отдам. Поняли мысль? То есть, тиран для меня это понятие маленько такое, более обширное. Вы все мои, никому не отдам. На Байкал не едьте. В академию не ходите. Ролики в ютубе. Ни в коем случае не смотрите там Дручининой, Турушева и Шаура. Друг, заразитесь. Друг, заразитесь. Зачем вам этот интернет? Работайте только на земле. Либо наоборот, люди говорят. Зачем вам на земле? Работайте только в интернете. То есть, ошибка заключается в том, что я заметил, несколько структур через 3-4 месяца получают большие проблемы. Их оборот не растет, потому что у них нет эффекта третьего лица. То есть, у них все закреплено на вот этом лидере, и у них организм маленький. И они работают своими стандартами. Их стандарты порой помогают им достигнуть каких-то высот, но временно. То есть, они порой даже что-то делают, собирают залы, но рано или поздно у них начинаются проблемы. Отток людей, люди уходят в другие компании, в другие, кто-то попадает в пирамиды, потому что людям что-то не хватает. Итак, кто это уже где-то видел и прочувствовал? То есть, нельзя быть в своем отечестве, нет пророка. Закреплять на себе все нельзя. Это большая ошибка. Рано или поздно вы поплатитесь за это. Вот это я уже за год увидел. И получается, у людей большие потом проблемы. Они либо проводят свои только отдельные презентации где-то в интернете, либо только отдельные свои встречи на земле. Их люди не видят других людей. То есть, они не видят роста. Они не видят роста. Например, они не видят результатов по продукту других людей. То есть, они ограничены. Они не видят всю команду. Они не видят, как работает продукт. Как продукт дает молодость. Как люди худеют. Нормализуется давление. Сахар в норму приходит. Как природная пластика происходит. Как люди худеют. Как люди бросают пить. Как люди бросают курить. Они не видят этих результатов. Они неправильно пользуются продуктом. Они не знают, как возражать. То есть, их проблема в том, что они не видят множество результатов. У них нет веры. И рано или поздно, рано или поздно, у них мотивация пропадает. Они начинают говорить, продукт плохой, доставка долга, компания плохая. И ты, лидер, тоже плохой. Они начинают ссориться между собой. Они начинают косо друг на друга смотреть. Появляется разлад в их структуре. И их бизнес чахнет. Поняли ошибку? То есть, ошибка в том, что они все закрепили. Они не дали людям свободы. Они не дали людям, понимаете, больше историй по продукту, по доходу. Они не показали, понимаете, они не показали разных людей, их возраста, их профессий, которые зарабатывают в нашей команде. Они не дали им веры. Они не показали им Дручинину, не показали Турушеву, не показали Айгуль, Мустафаеву, не показали разных людей. Понимаете? И они не знают, что здесь парень есть, который 10 миллионов заработал. То есть, они не знают, что есть парень, который 10 миллионов заработал. У них даже понятия нет, что можно заработать 10 миллионов. То есть, когда ты ограничиваешь людей, то они только видят то, что есть у них. То есть, если у них вот здесь есть ограничение, потолок, и там люди не зарабатывают 10 миллионов, миллион, 5 миллионов, 3 миллиона, они даже об этих деньгах не мечтают. Кто-нибудь понял, что я сейчас сказал? То есть, они не видят других деньги. Они даже поверить не могут, что пенсионер, монтер, слесарь может заработать такие деньги. Они живут со старым мышлением. Вот проблема их, почему нет роста. И рано или поздно все, я вам говорю, завершается. И вот на этом лидере, этой структуре, ну там ссоры происходят. Доставки нет, продукт прошел не так, логотипа нет. То есть, они не добавлены в чаты. Скайп, Ватсап, Телеграм. То есть, их нет в информационном поле. Их нет в информационном поле. Компании, команды. То есть, они не получают новости в чатах, они не ходят на презентации, на тренинги. Они это делают как-то обособленно. В какой-то маленькой комнате, либо в каком-то офисе. И у них не хватает роста, потому что нет других историй. Это понятно, это ошибка. Почему в Улан-Удэ большой рост? Потому что в Улан-Удэ приезжал я и другие люди. И мы за год пять раз проводили презентации, тренинги. Там люди видят разных людей. Монтеров, слесарей. Плюс в Улан-Удэ приезжали на президентский бал. Понимаете? И поэтому у них большой рост. За счет того, что люди видели другие горизонты. Люди понимают, что есть другие результаты. Другие возможности. Поэтому людей нужно отдавать в систему. Потом, что я... Сейчас я скажу вообще дикую статистику. Внимательно запишите, что я сейчас скажу. Это очень важно. Итак, проблема появляется через 3-4 месяца у обособленных структур. Эти структуры рано или поздно полностью разваливаются. То есть они умирают. За год я такое видел много раз. Хотя приходили люди с опытом. Они говорили, я сетевик. Я там лидер одной компании. Я лидер другой компании. То есть они заявляли о себе очень высоко. Что они возглавляют там структуры, династии. Они собой восхищались. Какие они хорошие люди. Понимаете, о чем я говорю? То есть люди говорили о том, что они монстры сетевого. Но вот за то, что их люди попадали под колпак, роста не было. Истории двигают наш бизнес. Поэтому людям надо больше видеть результаты по доходу, по продукту. Видеть новости от президента компании. От президента академии. Выступления разных спикеров. Тогда у них появится вера. Тогда они будут больше достигать высот. Важная информация. Вы сейчас вообще просто будете в шоке. Я изучил аналитику за год. Это очень серьезное заявление. Если вы сейчас не услышите, вы много потеряете. Значит, у нас есть множество структур. То есть команда, команда, она одна. Вот она. Но в этой команде есть множество структур. Иванов, Петров, Сидоров. То есть команда у вас успех вместе. То есть у вас команда не фиолетовые люди. У вас команда не лунатики, не космонавты. Не движение вверх или вниз. То есть у вас команда успех вместе. Вы бренд. Сегодня побеждает на рынке бренд. Чем бренд выше, тем узнаваемость бренда выше. Чем больше популярен бренд. Чем больше там результаты, тем больше туда люди хотят. То есть лучше стать частью большого бренда. И стать вот структурой, которая там делает обороты. Вот это основная мысль. И вот что я заметил. Вот есть множество структур. Структура это не команда. Команда это целое. И вот они эти структуры. Есть структура большая. Есть поменьше. Есть еще. Ну разные. То есть структуры есть разных размеров. Что я заметил. Аналитика просто уникальна. Вот сейчас вы то, что услышите, вы будете шокированы. Скажите, пожалуйста, какой мы строим бизнес? Дайте мне ответ. Сейчас вообще все выпадут. Я вот такой аналитик вам дам. Вы будете шокированы. Какой мы бизнес строим? Кто знает? Давайте ответ. Ну, помимо слова большой. Какой бизнес? Вот, Надежда. Мы строим интернет-бизнес. То есть наш бизнес, это наша компания, это облачный бизнес, интернет-бизнес. Вы услышали, что я сейчас сказал? То есть наш бизнес, он облачный, в интернете. Сейчас я вам дам статистику, вы будете хохотать. Просто будете хохотать. Значит, я изучил статистику. И вот они, разные структуры. Самые большие структуры, самые большие структуры, самые динамичные, самые доходные. Сейчас вы будете шокированы. Это структуры, которые проводят живые встречи на земле. То есть самый большой фундамент, самый большой товарооборот, самый большой рост. У тех структур, у тех лидеров, которые проводят живые встречи на земле. И тут одно «но» вы должны услышать. Но есть одно «но». Сейчас вы должны меня услышать. Но есть одно «но». То есть, например, Андрей Шаура выезжает в Лануде, выезжает в Москву, собирает залы в Алмате, в Астане, в Бишкеке, в Караганде, в Санкт-Петербурге, в Ангарске, в Иркутске. То есть, вот лидер, к примеру я, выезжаю в разные города и собираю там людей на земле. А они нас видят, щупают, они нас щупают, трогают, они видят, что живые люди. Множество людей, их впечатляет общение. Им нужно какое-то слово, им нужна какая-то история. То есть, понимаете, они собираются в этих залах. Алмата, Астана, разные города. И они там получают еженедельную, каждую неделю, каждую субботу мы сейчас проводим встречи. Каждую неделю, каждую субботу. Бишкек, Ак-Табе, Астана, Улан-Удэ, Чита. То есть, каждую субботу мы проводим встречи. Москва. Идею ловили? И вот лидер, который проводит самое наибольшее количество встреч на земле, внимание, только не свой разум не обхитрите. Вот сейчас самое ценное. Я провел аналитику. Есть структура, структура, которая большая, и она проводит бизнес, встречи на земле. Но есть структура, которая тоже проводит встречи на земле, но она маленькая. В общем, оказалось, что за год труда у нас были структуры, которые работали на земле. Они собирали офисы, полные залы, но их бизнес обязательно разваливался. Подумайте, что я сказал. То есть, есть структуры, которые начинали в Казахстане, которые начинали где-то в России. И они строили бизнес на земле, но ничего не могли достигнуть. То есть, через несколько месяцев у них все разваливалось. То есть, они все равно достигали вот этого же результата, потому что трудиться на земле, оказывается, недостаточно. Но рост на земле был только у тех людей, которые были в интернете и вводили людей с земли в интернет. То есть, самый большой рост у тех руководителей, которые трудятся на земле, собирают залы каждую неделю, но каждый день они находятся в интернете и заводят людей с земли в интернет. Поняли, что я сейчас сказал? Я проанализировал просто все структуры, группы и самый большой товарооборот, самые большие доходы, самый стабильный рост оказался у Николая Турышева. Николай Турышев, это человек, который, это человек, который, получается, чтобы вам было понятно, проводил каждый день встречу в интернете, в академию, то есть, приглашал людей, вот Николай Турышев, в академию, плюс каждую субботу они в Улан-Удэ собирали людей и плюс живые встречи в офисе. Но все его люди обязательно приходили на президентский бал на Байкал, все его люди приходили в турне по городам в Улан-Удэ и каждый день они ходят в академию. То есть, мысль заключается в том, что, оказывается, люди подпитывались в интернете и на земле, у них за счет академии появлялись знания эффект третьего лица и у них был максимальный рост. И, если мы говорим по статистике, то, к примеру, у Ивана Вовка рост сейчас меньше, чем у Николая Турышева и чем у Мустафаевой и Газезовой. То есть, смотрите, Иван Вовк, он в основном работает в интернете. То есть, он не ездит по городам, он не собирает залы в Красноярске, там, 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 там. То есть, он выбрал, например, интернет. Но у Ивана Вовка есть плюс. Он людей ввел в систему, в академию, и мы его людей научили трудиться на земле и в интернете. У него есть вот этот плюс. Но если он сейчас начнет ездить по городам, собирать людей, Красноярск, Чечня, собирать людей в других городах, то у него будет самый большой рост, более глобальный. Уловили идею? И вот, есть у меня парень, который вообще на живые встречи не ездит. На президентский бал не ездил. На турне по городам в Москву не ездил. В систему людей мало вводит. Так у него рост самый минимальный. Потому что он для себя решил, что вот только так надо работать. То есть, нужно работать не так, как удобно, не так, как нравится, а так, как ты получишь максимальный результат по КПД. То есть, доход Ивана Вовка может быть в ближайший год в месяц, в месяц от 5 до 30 миллионов, если он начнет заниматься паломничеством. То есть, он начнет ездить по городам, плюс все города вводить в систему, в академию. То есть, он их там замотивировал, он им там ответил на вопросы, провел презентацию, провел тренинг, рассказал про правильные пакеты. Они его на земле увидели, обрадовались, ролики с ним сняли, пошла же движуха на земле. Он их всех в интернет направил, уехал к себе домой, сидит дома, они все в интернете, и они там каждую субботу проводят встречи. Потом он опять собрался, уехал, в разные города собрал, провел. Опять те в интернет, больше мотивации, поняли мысль. То есть, вот что дает максимальный результат. Когда вы 7 раз ходите в академию в неделю, и 2 раза вживую проводите встречу в своем регионе. И вот у этих лидеров самый максимальный рост. И вот сегодня есть 2 структуры, которые так делают. Структура Турышева, и структура Мустафаева и Газезовой. У них самый большой товарооборот по динамике. Они начали обгонять все другие структуры в разы. То есть, они начали обгонять всех подряд, даже Ивана Вовка. По масштабности, по глобальности. То есть, они могут зарабатывать в будущем гораздо больше, чем другие люди. То есть, через 1-3 года вот эта системность им может дать доходы 10, 20, 30 миллионов или 50 в месяц, если они этого продолжат делать. Идея понятна? То есть, вот что я уловил. У нас была ошибка у одной казахстанской структуры. Когда мы начинали бизнес, они в академию не ходили, и они ездили, я их называл, кочевниками. Вот они кочевали. И они ездили в Казахстан, Казахстан, там еще какие-то города, Кыргызстан. У них ошибка была. Они ездили, ездили, везде собирали людей, а потом уезжали оттуда. Ну, то есть, они собрали зал, проработали, уезжали. У них повторных заказов было мало, товарооборот не рос, люди много не зарабатывали. Почему? Потому что им приходилось все время туда либо возвращаться, либо люди были брошены. Идея понятна? То есть, их люди были брошены, потому что, если они не приедут в этот город еще раз, а люди в интернет, в академию не ходят, у них нет информационного потока. И поэтому у них не было большого роста. Потом ребята с Казахстана, некоторые, изменили тактику. Они стали ходить, на президентский бал приехали, приехали в турны по городам, стали ходить в академию, стали проводить время и в академии, и на земле. И у них подперло. Товарооборот стабилизировался, увеличилось количество постоянных покупок, появились новые люди, и пошел рост. Идея ясна? Вот если я вам даю выжимку годовую, и показываю, что плохо и хорошо, вы сами выбирайте, что делать. Сами выбирайте, что делать. Я вам четко говорю, что система реально доказывает, что она эффективна. Реально доказывает, что она эффективна. И вот я вам показал, что вот Иван Вог молодец, собрал людей в интернете, завел их в систему, объяснил, что здесь нужно быть, его люди стали ходить, они стали обучаться, за счет этого у него вырос доход. Плюс он сам был на президентском балу, и два раза ездил в Казахстан. Но этого мало. Если Иван Вог хочет зарабатывать больше, а я бы хотел, чем ряд определенных людей в других компаниях, ты понял, о ком я говорю? Которые, которые заработали за большее время, то есть они больше времени находятся в компании в другой, определенные доходы, то я считаю, ты способен их всех с нашей системой, с нашей подачей обшагать. То есть ты можешь реально в месяц зарабатывать 10, 20, 30 миллионов, а может быть даже 50. Для этого надо одеть костюм, маркер взять и начать рисовать. Кружочки, кружочки, в разных городах, в разных странах, ездить к людям, инвестировать свое время. Так делали все великие лидеры из любой компании. Все великие лидеры из любой компании брали маркер, обилетали города и страны, проводили с ними время, мотивировали их и других людей, отвечали на вопросы, делали фоторолики. Все так делали. Все так делали великие лидеры. И плюс в интернет, ну сейчас уже есть интернет, нужно направлять людей. Доходы могут быть, ребята, другого уровня. Другого уровня могут быть. Поэтому вот системность, я понял, что она дает результаты. То есть, если работаешь на земле, результат не такой. Работаешь в интернете, результат не такой. Нужно работать на земле и в интернете, уделяя определенные количество времени системно и будет вот такой результат. Итак, моя цель, чтобы каждый из вас вышел на доход через 1-3 года от 1 миллиона рублей. то есть, каждый из вас должен заработать, выйти на доход стабильно от миллиона рублей в месяц. 1-3 года и ты будешь получать такие деньги. При условии, если ты будешь делать то, что надо делать. Да, придется трудиться, да, придется пахать. Но уникальность системы в ее простоте, уникальность системы в ее простоте, то есть, уникальность системы, что это может повторить любой человек, никаких навыков особых не на да. Это легко повторяемо. Если вы слушали первую часть, когда выступал Николай Турышев, то он пришел парень из деревни, бывший военный, торговый представитель, без опытов в сетевом и классическом бизнесе, он не знал, что такое соцсети, ну, в смысле, он знал, возможно, но не имел ни ютуба, не продвигал там бизнес. То есть, человек без знаний стал получать у нас знания и вот, что мне понравилось, он мудро стал копировать то, что ему рекомендовали. Хотя, если честно, я сегодня его выступление слушал, с точки зрения именно как моего, там нужно поправить несколько моментов. Но даже эти моменты позволяют ему быть богатым и успешным, потому что система, она проста и когда ты даже что-то делаешь неправильно или не совсем идеально, люди об этом не знают. Понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть, уникальность системы, что это может повторить любой человек и вам не надо этого бояться. Любой. Абсолютно любой. То есть, вам не надо быть сетевиком, лидером, бизнесменом, вам не надо много денег или быть каким-то умным, красивым. Любой из вас повторит. Любой из вас. Понимаете? Сейчас я вам расскажу, что сделает вас успешным. Вы будете смеяться, но это очень просто. делайте так, как умеете делать. То есть, мысль вы уже поняли. Да? сейчас я вам дам, что надо делать. Повторюсь, самый большой товарооборот и рост в геометрической прогрессии сейчас у тех людей, кто проводит встречи на земле, собирается в офисах, собирается в регионах и каждый день находится в академии и все люди его в академии. у всех других либо застой, либо какие-то трудности. Либо нет такого роста. Есть определенный рост, но нет такого роста. Смотрите, схема очень проста. Я и ты, мы все равны. Я и ты, мы все равны. Не важно, кто сейчас кем является. Давай тобой обсудим план действий. Вот смотри, вот это ты пришел, у тебя есть свой опыт. Хорошо. Дальше. Тебе нужно сделать следующий шаг. Вот это команда, вот это другой опыт. Тебе нужно просто перейти из старого опыта в новую оболочку. То есть нужно просто начать делать мудро то, что тебе говорят. Вот говорят, делай так, делай. И вопрос, что это 100% работает. Вот 100% работает, только надо от своего опыта отойти. Это эффективно. Кстати, все, что я сейчас скажу, как вы думаете, буду ли это делать сам? Вот вы как считаете? Вот буду ли это делать сам, если это вам скажу? Однозначно, потому что это 100% проверено. Это очень просто. Понимаете, мне не надо ничего усложнять. Я не хочу ничего усложнять. Если ты усложняешь действие, то другой повторить этого не может. Другой повторить этого не может. и так смотрите, что получается. Ты имеешь свой опыт, это хорошо, ты приходишь, свой опыт забываешь, заходишь в систему. Ты выполняешь все, что тебе говорят, даже если у тебя свое мнение. То есть ты уходишь от старого опыта. Ты начинаешь это делать, а самое главное, ты рекомендуешь это своим людям, что рекомендуют в команде. Тогда ты получаешь в будущем результат. Результат. То есть тебе нужно получать знания тех людей, кто этого уже достиг, быть среди этих людей и туда направлять своих людей. Вот это очень просто. И будет результат. Теперь смотрите, у нас есть цель. и теперь я проведу один с вами тест. Вот смотрите. Вот у всех у нас есть ограниченное количество время. За это количество время мы можем чего-то достичь. У каждого из нас есть внутри нашего разума понимание, что мы можем и так реально сейчас загадайте в своем разуме сколько реально вы можете зарабатывать в месяц. Вот вы загадали. Сколько реально вы можете зарабатывать в месяц? Проблема или не проблема заключается в том что это неправда. Вот то, что вы сейчас поставили это неправда. Потому что вы можете гораздо больше достигать в этой жизни. Мы когда ставим какие-то цели, мы когда о чем-то мечтаем, мы всегда стараемся понимаете ограничить себя в чем-то. Хотя человек может больше, человек может больше. Когда вы себя ограничиваете, вы к сожалению понимаете понимаете, себя ограничиваете. есть такие выражения «тише едешь, дальше будешь». Да нифига. Нифига не так. Понимаете? вот в нашем сознании есть установки, которые нам в СССР заложили. Заложило государство, заложили родители. В нашем бизнесе по-другому. В нашем бизнесе нужна скорость. В нашем бизнесе нужны цели. В нашем бизнесе нужно мечтать, желать. Нельзя себя ограничивать. У нас нельзя ехать тихо. Нам надо ехать быстро, в бизнесе. Тогда мы дорогу покажем другим людям. Нам надо быстро, много, качественно проводить в разных встречах, презентации, тренинги, ролики. Понимаете? Много хочешь, мало получишь. Помните? Это же бред. Как это много хочешь, мало получишь? Это просто ограничение. Наоборот, надо хотеть получать много денег. Надо хотеть иметь большой ранг. Ну, то есть, приходить в нашу компанию и думать, как бы заработать 100 долларов, это неправильно. Приходить в нашу компанию и думать, как бы выполнить ранг серебро, это неправильно. Кому непонятно, что я сказал? То есть, нельзя себя ограничивать ни в скорости, ни в мыслях, ни в доходе. Дальше. вам говорят, что вот в неделю, в неделю вам надо ходить в академию 7 раз в неделю и самое важное, чтобы ходили ваши люди. И ты начинаешь думать, как я смогу? Да сможешь. Вот если ты хочешь роста, то 7 дней в неделю ты сможешь ходить в академию. То есть, если ты реально хочешь жизни роста, то ты сможешь. Ты не будешь смотреть телевизор, ты не будешь бухать, ты не будешь сутками отдыхать, ты не будешь лениться. Вот в этом и суть. Если ты реально хочешь, то ты сможешь. То есть, а многие думают, но я же должен провести еще встречу, две живых встречи, как я тогда проведу две живые встречи? Видите, ограничение в разуме. Ведь у нас 7 встреч в академии. Как я проведу две живых встречи? Да просто бери в субботу и проводи живую встречу днем. Потому что у нас в субботу в академии встреча в 19 30 Москвы. Кто не понял, что я сейчас сказал, друзья? Видите, вы можете все, если мозг начнет мыслить. То есть, вам же надо две встречи живых проводить? Проводите в субботу днем живую встречу. Например, в 14 00 Москвы. Но в 19 30 Москвы вы и ваша структура со старыми и с новыми людьми находитесь в академии. Вот это понятно или нет? Это стиль жизни. Ребята, вам никакая другая возможность не даст миллион, 5, 10 миллионов рублей в месяц. То есть, вы реально должны понять, вы можете сейчас тратить много времени куда попало, но вы должны четко сейчас ограничить себя от отдыха по месяцу. Вы все четко должны ограничить от телевизора, четко ограничить себя от книг про фантастику и эротику. Если ты реально хочешь, речь идет о других цифрах, в месяц 1, 5, 10 миллионов рублей, в месяц. Ради этого можно телек выкинуть, ради этого можно пока не читать романтику, ради этого можно пока не отдыхать полгода год. Или не согласны со мной. Не родился еще ни один миллионер на планете, который стал миллионером при жизни, не отдавая всего себя в свое любимое дело на протяжении года без перерыва. Ни один миллионер не родился. Все успешные люди целый год нагружали себя трудом, действиями. все успешные люди. Со временем, конечно, когда ты стал миллионером, миллиардером, через несколько лет, ты можешь себе позволить отдохнуть. Не бывает чемпионов мира, которые год не трудились. Не бывает. Поэтому вот смотрите, когда мы говорим, что есть Академия, и в Академии есть 7 встреч в неделю, скиньте расписание. Как ваш мозг должен понимать? Вот скинули расписание на неделю. Смотрите, понедельник 14.00 Москвы, презентация в Академии. Значит, я могу в 19.30 Москвы провести живую встречу в городе или в офисе. Вторник, презентация в Академии в 19.30 Москвы. Значит, я могу провести в 14.00 местного встречу себя в офисе или в городе. Среда, тренинг в 19.00. Значит, я могу сделать себе днем перерыв и приглашать людей на обучение. Либо, если хочу, с утра могу провести какую-то консультацию. Четверг, 14.00 встреча в Академии Москвы. Значит, в 19.30 в Москве я могу провести живую встречу в городе. В пятницу в 19.30 Москвы в интернете. Значит, я могу в 14.00 местного Москвы провести встречу у себя в офисе или в городе. В субботу, если презентация в 19.30 Москвы, я могу провести встречу в своем городе в 10, в 11, в 12, в 14.00 Москвы. В воскресенье, если презентация в тренинг в 17.00, я могу провести в 12.00 или в 10.00 Москвы встречусь в городе. Логично же, друзья, вот логично. И Турышев, Турышев, вот именно так и делает. Самый большой сейчас рост, самый большой товароборот, самая большая динамика и этот парень будет зарабатывать в разы больше, чем другие. Потому что он все делает так, как рекомендуется. Также прослеживается, но не всегда в других структурах такие действия. Очень часто я вижу, что Мустафаева структура и Газезовой, они тоже в таком темпе трудятся, также собирают людей, турне по городам, также встречи. А есть люди, которых вообще не видно ни в академии, ни на земле, их никто не знает, как они там трудятся, что у них происходит, оборотов нет, такого колоссального роста нет. Вот она Эврика. Итак, теперь к вам вопрос. Бриллианты и лидеры. Еще один тест. Еще один тест. То есть, кто теперь точно будет так делать, поставить, надо будет поставить цифру 5. Вот, кто точно, я вот сейчас продиктую, вот так будет делать. Видите, я не сказал еще цифру 5 ставить, но некоторые уже поставили. Это называется тест на скорость. То есть, это называется тест на скорость. То есть, некоторые ребята поняли. Вот видите, есть скорость принятия решения. То есть, я еще не сказал, сейчас я 1, 2, 3, и жмите 5. А некоторые сразу поставили. Вот это правильный подход. Эта мысль правильно думает. Если вы, вот, понимаете, вам нужно ускорить процесс своей мысли, тогда вы будете первыми. То есть, именно вот так надо. А если вы, друзья, не поставили цифру 5 до сих пор, это очень печально. Значит, вы пока ничего не поняли. Значит, вас будут обгонять значит, вы будете достигать высот, но меньших. То есть, вы будете чего-то достигать, но не такого результата, как у других. И через 1-3 года вы будете кусать локти. В каком плане? Вы будете по-человечески завидовать чемпионам, которые зарабатывают 5, 10, 20 миллионов в месяц, которые собирают стадионы, и вы будете по-человечески завидовать. Вы же будете думать, а я ведь тоже мог. Скорость принятия решения. То есть, нужно очень быстро быть гибким и перестраиваться. Итак, кто реально будет делать вот так, то есть, 7 встреч в Академии, приглашаем людей, и 2 живых встречи минимум, минимум на земле. Цифру 7. и вы знаете, я так буду делать. Я знаю, какой будет результат. Я знаю, какой будет результат. 100% знаю. Результат будет большой, невероятный у всех у нас. За себя я молчу. За свои доходы я молчу. Я знаю, сколько будет денег. Я знаю, сколько денег будет у вас. Теперь смотрите, простота заключается в том, что не надо быть каким-то особенным. Берете маркер, маркер, собираете людей в своих городах, в кафе, дома, и минимум 2 живых встречи проводите в своих городах. Минимум 2. Понимаете? То есть, минимум 2 проводите встречи. То есть, чертите, рассказываете, подключаете регионы, и 7 встреч в интернете. вот эти простые действия делают лидера лидером. То есть, лидера делают лидером его действия. Две живых встреч обязательно. 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 Вот сегодня в инстаграме кто из вас видел богатых сетевиков цифру 3 поставьте. Они там путешествуют по миру, зарабатывают миллион, 3 миллиона, 500 тысяч, 5 миллионов. Видели таких? И вот если вы заметите их инстаграм, они покупают красивые машины, они пьют дорогое вино, пьют дорогое шампанское, они пишут красивые статьи. Замечали? вы знаете, что все они ровно делают то, что я вам рассказываю. То есть они каждый день проводили встречи в офисах, в городах, в интернете. То есть за вот этими красивыми фотографиями, за вот этими красивыми поездками, вот за этими красивыми историями кроется черновая работа с утра до вечера, вопросы-ответы, ватсап, скайп, вы просто не представляете, как они пахали. И они сейчас пашут. Даже сейчас зарабатывая миллион, пять, десять, они пашут. Они ездят по городам, они проводят встречи в офисах, они постоянно находятся в чатах, они консультируют людей, потому что многих из них я лично знаю, многие мне попадаются, я за ними наблюдаю, многих людей я слушал интервью, интервью и признание на разных сценах. Поняли мысль? То есть мысль заключается вот в этом, что нет лидера, который не сделал черновой объем работы, не бывает этого. Вот. И теперь смотрите простота. Вы проводите 7 встреч в академии, приглашаете людей, через интернет, платную бесплатную рекламу и 2 встречи в живую минимум. И делайте это каждый день. Кого-то знакомите с продуктом, кого-то знакомите с бизнесом, и вы через полгода, три года начинаете зарабатывать минимум 1 миллион рублей. Минимум 1 миллион рублей. минимум 1 миллион рублей вы начинаете зарабатывать ежемесячно. Ежемесячно. Если вы один, три года ежедневно, отдавая всего себя, с утра до вечера, отдаете этой возможности, вы создаете ролики, заметки, статусы, статьи, платная и бесплатная реклама, встречи с людьми в интернете, на земле, консультации. Если вы всего себя отдаете, получаете знания и действуете, действуете, действуете. Вы ошибаетесь, но вы действуете, действуете. Вы оттачиваете свои навыки, ваши встречи становятся лучше, ваши презентации становятся лучше, ваши ролики становятся лучше. Вас начинают слышать, вас растет рост и ваши люди начинают дублицировать вас. И появляются такие же трудяги, которые также это начинают делать и у вас и у них меняется жизнь. И вам надо послушать сегодня домашние задания. То есть, помимо того, что нужно посещать 7 встреч в Академии и 2 встречи живых минимум проводить в неделю, это нужно делать правильно, правильно приглашать, правильно делать рекламу. То есть, есть домашние задания, как это делать на земле, как в интернете. И, помимо этого, надо 5-10 роликов создавать в Ютубе. Ютуб это номер один по количеству клиентов и партнеров. Роликов, своих роликов. Вам необходимо стать брендом, брендом в интернете. И еще, еще, инстаграм, инстаграм, это номер два, это номер два по клиентам и партнерам. То есть, если мы говорим про интернет. Сегодня множество крупных компаний, которые делают товароборот сотни миллионов, у них проходит обучение. К ним на обучение приглашают блогеров, приглашают известных интернет-предпринимателей. Для того, чтобы интернет-предприниматели и блогеры объясняли им, что такое бренд, что такое Ютуб, что такое инстаграм. Не всегда люди, не всегда люди, слышат лидера и наставника со сцены, нужен эффект третьего лица. И сейчас многие компании нанимают сторонников из других сфер, они приходят на сцену и в разных компаниях сейчас практикуется практика. Где обычным людям рассказывается, что пора, ребята, в Ютубе создавать ролики. Пора делать интервью, какие-то заметки, рассказывать о команде, рассказывать о продукте, давать рекомендации, создавать личный бренд. Что пора, ребята, задуматься про инстаграм, что в инстаграме нужно создавать свою историю, позиционировать себя, позиционировать жизнь. То есть многие компании, многомиллионные, уже вводят это. Нам некогда отставать, нам надо прибавлять. Поэтому, друзья, в Ютубе нужно создавать ролики, создавать свой бренд, рассказывать о чем-то, о компании, о продукте, о результатах людей. Наш бизнес двигает истории. Поэтому Ютуб вам нужен, Инстаграм вам нужен. А для этого нужно знать, как правильно. Так вот, в Ютубе в месяц делается 5-10 роликов. В инстаграме и в соцсетях 5-20 заметок в неделю, а в Ютубе 5-10 в месяц. И теперь смотрите, если вы ходите 7 раз в Академию, приглашаете людей в Академию, вы в системе, 2 же вы встречи проводите на земле, вы в системе и ваши люди. И плюс вы делаете 5-10 роликов в Ютубе в месяц и в Инстаграме, в соцсетях 5-20 заметок, вы в системе. Если вы консультируетесь, консультируете людей, все, успех обеспечен. Потому что вы развиваете свой бренд, вы помогаете людям, вас начинают узнавать. Вот это я сейчас буду делать, потому что это 100% приносит результат. 100% Люди за вами идут, люди регистрируются, вы развиваете свою личность. А как правильно это сделать? Ну, сами понимаете, что это целая история. Целая история. Ну, давайте я вам дам домашнее задание. Изучить системный тренинг по действиям. Дальше. Изучить, как трудиться в соцсетях. Дальше. Изучить тренинг по общению, как правильно приглашать людей, как правильно возражать. Плюс изучить новый тренинг, также по мышлению. Также новый тренинг по мышлению. Мышление и общение. Мышление, также общение, плюс 4 шага. Там все понятно. Дальше. Изучите тренинг, как правильно стать лидером. Да, то есть, что необходимо, что это приводит. И автоматизируйте все свои действия через систему успех вместе. Настройте академию, изучите, что такое академия, установите ссылки. И необходимо начать проводить живые встречи. Лично я. С 10 марта вылетаю в более 10 стран мира. И планирую посетить десятки городов мира. И планирую, чтобы команда успех вместе провела более 50 турней по городам и странам. То есть, мы выходим к людям, общаемся с ними в разных залах. И если вы лидер, начните собирать в своих городах, сейчас в офисах, кафе людей. Подготавливайте их к успеху. Лично я уже горжусь, что мы делаем. Вчера была суббота. И вчера за одну, за один день, была живая встреча в Краснодаре вчера. Вчера встреча была в Москве. То есть, я горжусь, что наши лидеры делают то, что надо делать. Надежда Дручина в Краснодаре проводила. Максим Паников в Москве проводил. В Караганде вчера проводила Мустафаева элита. Вчера в Алмате проводили встречу. В Астане вчера встречу проводили. Вчера Николай Турышев проводил встречу в Лану-Де. Вчера проводил встречу, проводила Светлана Большакова в Чите. То есть, вчера у нас встречу проводили девчонки с Красноярского края. По-моему, в республике Тыва. То есть, вчера за один день многие люди собрали в залах 50, 100, 200 и более человек. То есть, то, что и нужно делать. И это приятно, что люди понимают. То есть, каждую субботу они собирают. Это все. То есть, каждую субботу они не ездят на курорт. Каждую субботу они не пьют водку. Каждую субботу они с живыми людьми. Понимаете? Вот это вот главная мысль. Бишкек также в субботу собирался. И вот наша задача, как сделать. Чтоб люди приходили в Академию и люди приходили на земле. Вчера я отправлял свою первую линию в Москву. Отправлял в Краснодар. Отправлял в Читу. Отправлял в Улан-Удэ. То есть, за счет того, что лидеры структуры работают в разных городах, я могу своих новичков и свою первую линию спокойно к системным людям отправить в офисы и в города. Скажите, это круто? Круто. И значит и вы можете также это сделать. Плюс, также мы можем пригласить каждый день в Академию. То есть, мы можем доверять наших людей и приглашать их туда, потому что там трудятся системные люди, которые помогут этому человеку там запуститься под вас. И вот нужно это увеличивать. Ну вот домашнее задание я вам дал. Вот. И помимо этого нужно изучить, как правильно применять продукт. Этого не хватает людям. И начать улучшать себя. Внешне, внутренне. Ну и в первую очередь нужно полюбить это дело, любить людей, помогать людям. То есть, нужно это делать с любовью. С любовью это нужно делать. Вот это вот основная задача. Если ты сегодня услышал, ты будешь очень успешен. Ты через 1-3 года реально, ну знаешь, наверное, поблагодаришь. Поблагодаришь. У нас, я не знаю, кто за деньги проводит. У нас все бриллианты должны выступать не за деньги, а в подарок. Я лично все тренинги провожу в подарок. Турышев точно проводит все в подарок. Мы не берем деньги, мы помогаем людям. Теперь смотрите. Вот просто подумайте. Насколько люди вам будут благодарны. Николай Турышев, да, пришел. Были проблемы со здоровьем. Сегодня он здоровый. Заработал более 3 миллиона. Изменилась его жизнь. Отдайте себе людям, люди вам будут благодарны. То есть, кто вас пригласил, это очень круто. Вы должны благодарны быть таким людям. Ведь я мог не позвать его, а на Вовка. Понимаете? К примеру. И он бы не заработал за декабрь более 3 миллиона рублей. Он сейчас купил себе машину BMW за 4,5 миллиона не в кредит. То есть, мог бы парень так же работать на заводе и получать 40-50 тысяч. То есть, дарите людям эту возможность. И еще, что мы должны понимать, не в деньгах вопрос. Вот этот человек умирал. Понимаете? Вот этот человек умирал. Вы посмотрите, какой взгляд. Проблемы, давление, лишний вес. Вы поймите, минус 18 килограмм за 9 месяцев. Помолодел. Похудел. И у него есть семья. И есть сын. Так он бы умер, и сына бы оставил без себя. Жена бы осталась сыном. Наверное, этот человек сегодня тоже благодарен. Благодарен, понимаете, что его так же сюда позвали. Его Валентин Мороз позвал. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Ведь цель-то не только деньги. И цель не только... А вообще люди через 1-3 года вам будут благодарны. Вот понимаете? Понимаете? Смотрите. Сейчас я вам покажу фотографию. Вот это вот долгарма Бадмаева. Она деревенская девчонка. Она в марте пришла на первый семинар. Через 10 месяцев она купила новую квартиру, не в кредит. За наличку в Улан-Удэ. Новую квартиру. Вы представляете? У человека квартира появилась. Кредитов нет. За наличку. То есть через 1-3 года многие люди будут благодарны, что вообще сюда пришли. Они будут благодарны людям, которые их пригласили. Наставникам, лидерам. Да потому что их жизнь будет. Они будут здоровыми, красивыми, при деньгах, без кредитов. Стиль жизни будет другой, стиль качества будет другой. Поэтому я беру маркер, еду по городам, провожу встречи, также активно включаясь в интернет. Лично целый год буду трудиться. Целый год буду трудиться. Целый год буду помогать людям. Но уже через год, через год, я подумаю, когда мы достигнем больших высот, уйти мне на пенсию, либо опять продолжать целый год трудиться. Либо уже трудиться, скажем так, целый год, но иногда отдыхать. Но сейчас я не имею права отдыхать. Я целый год должен быть в Академии. Вот 26 февраля улетаю во Вьетнам. 26 февраля улетаю во Вьетнам. Я буду ходить на все встречи в Академию. Буду проводить презентации, тренинги. Со Вьетнама. Буду создавать ролики и фото. Делать заметки в соцсетях. Почему? Это моя обязанность. Даже сейчас, вот собираюсь сейчас в Германию, в Англию собираюсь, в Казахстан, в Кыргызстан. Даже находясь там, целый год буду трудиться. Это очень важно. То есть некогда сейчас, понимаете, смотреть Олимпиаду. Некогда. Некогда должны быть приоритеты. И Ваш приоритет должен быть в Вашем разуме выше всего постороннего. Вы должны понять, что Вам необходимо помочь людям. Если не Вы, то кто? Вот сейчас у нас в прямом эфире есть тут Батагоз. Вот она сейчас в прямом эфире. Бабушка пяти детей. В смысле не бабушка, мама пяти детей. А сама она пенсионер. Для кого-то, скажем так, бабушка, для меня, в принципе, еще девчонка. Вот она пришла сюда в октябре на семинар на первый. Ноябрь, декабрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Она примерно за 3-4 месяца заработала более миллиона рублей. Кто, как не она, имея 5 детей и множество внуков, поможет другим людям узнать об этом продукте и об этом бизнесе? Она уже может ничего не делать. У нее уже 5 детей, внуки. У нее уже доход есть. Но она будет целый год трудиться. Почему? Кто, если не она, поможет другим? Мы думать должны сейчас, Иван Вовк, да, вот, 10 лямов уже заработал. То есть он сейчас должен думать не о том, сколько он зарабатывает, и что кушает его дочь, и в какой одежде ходит его жена, и на какой машине он ездит. Сейчас он должен подумать о других людях, которые нуждаются в деньгах, машинах, самолетах, в телефонах, в здоровье, в общении, в семейных отношениях. Вот о чем он должен думать. Вот так мыслю я сегодня, нестандартно. Не надо думать, что мы имеем, надо сейчас помочь другим людям это же получить. Что есть у нас, чтобы другие люди купили машины, купили квартиры, погасили кредиты, путешествовали по миру. У нас-то это уже есть. Но если мы лидеры, кто это получил, не расскажем, кто об этом расскажет? Кто об этом расскажет, если не мы? Тогда мы будем нечестны по отношению к людям. Я сегодня все сказал. Кто имеет уши, услышит. Кто умеет глаза, увидит. Выполняйте рекомендации, станьте системными людьми, выйдите на новую волну, сделайте все ради людей, отдайте себя. Вселенная вас не забудет, Вселенная вас отблагодарит. О вас будут всегда говорить, как о человеке-носителе добра, вас будут любить, что вы помогаете людям, а не думаете только о себе. И вот наша задача сейчас прибавлять. Готовьтесь к турне по городам и странам. К моему приезду собирайте залы 300, 500, 1000, 2000, 3000 человек, повышайте стандарты, каждый день отдавайте себя, откажитесь пока от других каких-то, скажем так, изысков этой жизни и полностью погрузите себя в миссии. Стать носителем добра в команде успехов вместе, стать командой успехов вместе, собрать залы в разных странах и городах и помочь людям изменить жизнь. Да, наша цель это быть внутри команды лучше сегодня, чем вчера, а завтра, чем сегодня. Все, всех люблю, обнимаю, мы молодцы, ставим рекорды, ставим темпы, делайте заказ продукта, не забывайте. По выгодной схеме продукта не хватает, сюда три больших, сюда три больших и сюда три больших. То есть заказывайте вот по такой схеме, три номера, мама, папа, брат, либо три раза себя, заказали три больших лево, три больших право, по 112,5 долларов получили за самого себя. У вас получается мини-склад, продукт двигает наш бизнес и три больших заказали на себя. Еще надо, потом дозаказали сюда три больших, сюда три больших. В общем, не забудьте подготовиться, чтобы у вас был продукт. Продукт это то, что двигает нас. В целом, мы все молодцы, но можем быть лучше. Завтра презентация в 14.00, во вторник в 19.30, среда обучения в 19.00. Действуем. Все вопросы к вашему менеджеру, к тем людям, кто вас пригласил. И как заказать продукт ИСА более выгодно, есть вот в этом тренинге, вот в этом тренинге, в конце за 10 минут. Вот здесь, как сделать заказ в конце за 10 минут. Там рассказывается, как заказать продукта выгодно и много, чтобы вам он достался дешевле. Все, обнимаю. Все вопросы менеджерам, добавляйте в чаты, добавляйте своих людей, введите их в систему. Тогда будет успех.